всем привет в этом видео я бы хотел кратко описать как я обновлял мультимедийный интерфейс audi mmi на своей audi a4 началось с того что я хотел проложить маршрут штатной навигации но навигация не искала ни торговый центр и адреса не было дорог по которым я ехал ну и потом свечу немножко информацию понял что требуется обновление программного обеспечения самого устройства и с дальнейшей загрузкой карт путем нажатия нескольких клавиш я обнаружил какая программное обеспечение установлено и краткие инструкции привели к тому что нужно устанавливать каждую прошивку следующей версии то есть если меня допустим на момент записи этого видео было установлена прошивка 0206 то для того чтобы мне загрузить актуальные карты мне нужно было установить поочередно 0253 0257 d5 d1 и 0257 6d1 ну и вот собственно архив скачан прошивки открыты то есть следующая прошивка которая должна быть установлен на машину это вот 0253 то есть мы ее открываем вот все что видим в этой папочке мы копируем и забрасываем на карту памяти карту предварительно проверяем чтобы она была форматирована с файловой системой fat32 то есть мы записываем это прям в корень чтобы открыв карту памяти мы видели сразу вот эти все папочки и бежим в машину там ставим карточку зажимаем две кнопки и нажимаем update ждем либо с вставленным ключом с включенным зажиганием я заводил машину потому что я еще но не изучил там как это зажигание включен включить ну как она включается чтобы просто она потом не выключилась неподходящий момент и вдруг не сломала систему полностью не нужно нельзя ни в коем случае прерывать просто процесс установки вот этого всего обеспечения программы то есть ставим один файлик копируем идем ожидаем установки возвращаемся с карты записываемся но либо все делаем на месте так как зима холодно поэтому я несколько раз бегал вот машины и обратно то есть трижды ставил прошивку то есть сейчас установлена машина на машине вот такая программное обеспечение и дальше будем устанавливать карты еще небольшое отступление в данном мультимедийном устройстве есть некое инженерное меню которая позволяет очистить место для map data единственное что для его активации нужно либо кодировать там с помощью вася диагноста либо виси деси подключился шнурком компьютер либо можно как-то вот вот таким образом каждый из прошивок вот вот этих трех это точно я заметил что есть мы открываем прошивку ищем папочку м 9308 тут папочка tools и тут есть вот такой файлик с q light мы его открываем и вот здесь видим значение инженерного меню дефолтное значение базовая 0 мы выменяем на единичку и сохраняем я это все проделал единственный момент хочу показать то есть если вот здесь я могу поменять то есть мы берем блокнот и меняем на единичку и просто сохраняем то есть мы сохранили файл ну и понятно что значение новое применилось идем ставить прошивку вот в таком виде я сделал это с прошивкой 0 2 53 0 2 57 5 d1 но когда я пошел редактировать этот же файлик вот финальной прошивки я зашел в ту же папку захожу сюда открываю его точно также блокнотом да и когда я нажимаю единичку она мне почему-то не предлагает его пересох сохранить а предлагает пересохранить как новое вы хотите сохранить изменения файли верно хочу нажимаю она мне говорит что нет друг создавай новый файлик почему не знаю может вот так надо сделать то есть может нужно вот так сохранить заменить его доступен только для чтения ну в общем я в этой прошивке этот файл удалил и засунул сюда файлик с прошивки с предыдущей к чему я все это веду я сейчас установил вот такую прошивку и путем нажатия двух кнопок на клавиатуре дал по торпеде я все-таки в это меню зайти не могу может быть если кто-то посмотрит из вас видео может быть кто-то подскажет что не так сделал и почему собственно это не работает ну в общем так пока я буду пробовать дальше устанавливать вот эти все прошивки и покажу как процесс происходит на машине а дальше в следующем видео наверное я уже буду пробовать устанавливать карты карту память память я уже подготовил там 30 чем-то гигабайт установленной карточки точно также скопированы все и готовы карты обновлены по двадцать третий год ну а на этом пока наверно все дальше будем наблюдать за процессом начало обновления якобы мы нажимаем сетап и рутерн держим ее о коррент рейн 0206 и мы жмем кнопочку update об выбираем колесом сети 1 и нажимаем еще раз update или не по центру reading release info на 2 5 3 ну пробуем жать апдейт еще раз reading meta info так процесс обновления идет минут 3 прошло наверное 72 процента готова уже так обновление прошло достаточно быстро сейчас проверим как тут по моему сетап и так прошивка обновлена до следующей версии надо бежать на карточку закидывать новую прошивку возвращаться вторая прошивка загружается уже получается предпоследняя ну да немножко долговато конечно идет этот старая система уже раньше так быстро не умели видимо получается дождусь эту скопирую снова на флешку еще последнюю третью загружу и загружу ее и потом надо ждать догрузки карт карты там опять же повторял или не говорил уже 19 гигабайт надо будет забрасывать карты и снова возвращаться сюда запишу как я поступаю после окончания прошивки очередной здесь мы жмем продолжить пропуск некой документации снова какой-то ребут и вот последняя прошивка которая установлена дальше будет дело за установкой карт на этом пока все всем спасибо кто смотрел